Привет, с вами Джон Коллер, специально для сайта всесоки.ру. Сегодня мы приготовили очередную увлекательную серию для вас. В этом видео я хочу представить вам обновленные соковжималки от компании Tribest, Green Star Elite и Solo Star 4. Я решил сразу показать их вам, чтобы вы увидели их первыми на канале всесоки.ру. Скоро они будут доступны на нашем сайте. Будет ограниченная партия, поэтому торопитесь, если вы собираетесь купить одну из них. Хочу попросить вас поддержать мою работу, совершая покупки на нашем сайте всесоки.ру. Мы привозим эксклюзивные соковжималки, которую вы нигде больше не купите. Сейчас я хочу поговорить о различиях моделей Green Star Elite и моделей Solo Star 4. Начнем с моделей Green Star Elite. Сейчас я хочу поговорить о различиях моделей Green Star Elite и моделей Solo Star 4. Начнем с моделей Green Star Elite. Сейчас я покажу вам новые модели Green Star Elite и расскажу, чем отличаются все машины, которые здесь стоят. В основном мы привыкли видеть только одну Green Star Elite в белой расцветке. Это модель 5000. Вот она. Следующая модель совершенно новая Green Star Elite GSE 6000, которая идентична Green Star Elite 5000. Единственное отличие – черный цвет. Давайте посмотрим. Под черной крышкой такие же белые детали. И еще одна совершенно новая модель Green Star Elite 5050. Хромированная версия линейки Green Star Elite. Это хромированный пластик. Из-за такого покрытия форма соковыжималки смотрится более острой. Внутри детали также белые. Поверхность крышки снизу полностью хромированная. В принципе, это все отличия. Работают они одинаково. Те же два шнека, только разный цвет. Есть несколько незначительных отличий между новыми моделями 6000 и 5050, которые я покажу вам позже. Я снимаю крышку, которая сделана в черном цвете, и белую крышку оригинальной Green Star Elite. Мы можем снять детали вот здесь. Они полностью белые и идентичны у двух моделей. Так же, как и два шнека. И то же самое у этой модели, только регулятор выхода жмыха у новой модели черный, а не белый. Хорошее сочетание. Но если мы отсоединим вот эти два зажима здесь и вытащим шнеки, то увидим. Главное отличие на корпусе вот здесь. Одной из сложностей, которые я испытывал при мойке Green Star Elite, после того, как я заканчивал отжим сока, всегда было скопление остатков сока вокруг этого места. Вот здесь. А с белой соковыжималки, как вы знаете, гораздо сложнее отмыть оранжевый пигмент. Здесь есть малозаметные окрашенные места, поэтому я всегда рекомендую мыть соковыжималку сразу же после того, как вы закончите отжимать сок. Можно даже распылить мыльную воду пульверизатором и вычистить все щеточкой. У меня хорошо получалось ее мыть, но хочу сказать, что в этих двух новых моделях 60.00 и 50.50 это место здесь черное, поэтому уход будет проще и соковыжималка будет выглядеть всегда чище. Белая Green Star Elite 5000 и черная 6000 не сильно отличаются по цене, поэтому если вы хотите, чтобы ваша техника хорошо выглядела, возможно стоит задуматься о покупке черной модели, потому как на ней не так видны остатки пигмента. Вот что мне нравится. Если же вы хотите, чтобы ваша машина смотрелась эффектно, тогда стоит задуматься о Green Star Elite 5050. Красивый хромированный пластик. На нем остаются отпечатки пальцев. Но, кстати, это поможет вам в том случае, если вас посетят грабители и попытаются приготовить сок в вашей соковыжималке. Тогда полицейские смогут снять отпечатки пальцев. Конечно, вам нужно будет просто протирать поверхность. Еще я заметил, что такая поверхность менее пористая по сравнению с классическим пластиком, поэтому немного легче поддерживать ее в чистоте. И я считаю, что выглядит она гораздо эффектнее, чем белая и черная. Ну и стоит она, соответственно, дороже. Хочу также заметить, что на все соковыжималки Green Star Elite идет одинаковая гарантия – 12 лет. Гарантия занимает второе место в категории самых больших гарантий в индустрии соковыжимания. Это означает, что следующие 12 лет вы будете уверены в том, что сможете ежедневно отжимать сок дома, себе и своей семье, получая больше питательных веществ из овощей и фруктов. Главная причина, по которой мне нравится линейка Green Star Elite – это наличие двух шнеков. В отличие от других двух шнековых соковыжималок на рынке, здесь отжим проходит в три стадии. Первая стадия – измельчение. Продукт проходит сквозь шнеки и измельчается. Затем идет этап смешивания, когда частички продукта смешиваются, что помогает извлечь больше питательных веществ. И последняя стадия – отжима сока. Это, я думаю, лучше, чем две стадии – измельчение и отжима в соковыжималках прессового типа. Эта машина имеет три стадии и в моем эксперименте получилось очень много сока. Эта соковыжималка имеет самую высокую производительность по сравнению с остальными машинами, которые есть в продаже при условии, если отжимать твердые овощи с листовой зеленью. Да, Tribest просто немного улучшили Green Star Elite, добавив новые цвета, чтобы у вас был выбор. Через секунду я покажу вам совершенно новую Solo Star 4. Теперь я хочу представить вам совершенно новую Solo Star 4. Оригинальная Solo Star 4 вышла буквально пару месяцев назад. Вот она. И в моих тестированиях она отжимала больше сока по сравнению с другими одношнековыми соковыжималками горизонтального типа, которые есть на рынке на данный момент. Оригинальная модель выпускается в белом цвете. Это модель SS4200A. Буква в конце означает тип подключения, модификацию вилки и рабочего напряжения. Буква А означает, что машина предназначена для Европы, России и СНГ. Итак, это 4250, а это 4200. Единственная разница между ними – цвет. Это белый пластик, а это хромированный пластик. Выглядит гораздо эффектнее. И повторюсь, подобные хромированные модели стоят дороже. Хромированная соковыжималка работает точно так же, как обычная модель. Единственное отличие – более привлекательный дизайн. Если на вашей кухне много стальных оттенков и белый никак не вписывается, тогда вам нужна эта модель. Техника из нержавеющей стали всегда дороже. Эта модель также подороже, но будет смотреться очень необычно на вашей кухне. Вы можете видеть свое отражение. И как и на Green Star Elite 5050, на ней также остаются отпечатки пальцев. Если вы относитесь к такому типу людей, которые одержимы частотой, стекающий сок будет легче вытереть, поскольку поверхность здесь менее пористая, чем в белой модели, которая может окрашиваться со временем. Еще раз хочу вам напомнить, что соковыжималку необходимо мыть сразу же после отжима, чтобы пигмент не успел впитаться. Вот основное отличие. Итак, это самые низкооборотные одношнековые горизонтальные соковыжималки, существующие на рынке на сегодняшний день. Также они имеют большой крутящий момент. Это может являться причиной того, что сока в моих тестах всегда получается очень много. Также у них самая большая гарантия в индустрии соковыжимания – 15 лет. Вы можете быть уверены в этой машине в течение следующих 15 лет. Вы можете отжимать сок каждый день для себя и своей семьи, тем самым включая больше овощей и фруктов в свой рацион, чтобы быть более здоровыми, энергичными и сбросить лишний вес. Следующее, что я бы хотел сделать – это пройтись по всем соковыжималкам для фруктов и овощей от Tribest, поскольку у них есть несколько различных моделей и в зависимости от ваших потребностей та или иная машина должна подойти именно вам. Сейчас я выставлю их на стол и расскажу об особенностях каждой в отдельности и какую из них выбрать. Итак, я поставил на стол самые последние модели Tribest для отжима фруктов и овощей. И сейчас попробую объяснить, какая соковыжималка подойдет именно вам. Хочу, чтобы вы знали – соковыжималка, которая может идеально вам подойти, может совершенно не подойти мне, поскольку у каждого из нас свои потребности. Это как у каждого свой размер обуви или одежды. Все мы имеем разные потребности, желания, условия. Некоторым нужно, чтобы соковыжималка легко мылась и ее было легко использовать. Некоторым – неважно, насколько сложно ее мыть, они хотят получать большое количество сока и максимум питательных веществ. А для некоторых самое главное – удобство. Потому как современный образ жизни отнимает много времени и сил, все, что нам хочется – это отжать фруктовый или овощной сок быстро и качественно, чтобы быть более здоровыми, вместо того, чтобы пить кока-колу и другие газированные напитки, не такие полезные, как свежевыжатые соки. Об этом я и хотел поговорить. Я поставил соковыжималки по возрастанию в цене, поскольку для многих людей стоимость является главным критерием. С этой стороны у нас наименее дорогая соковыжималка от Tribest для фруктов и овощей. Дальше цена идет в порядке возрастания. Эта соковыжималка – подороже, а вот эта – самая дорогая. Цена может послужить значительным фактором, но я не хочу, чтобы она стала для вас решающим фактором при покупке. Если вы купите соковыжималку подешевле, то можете прогадать. Цена может быть доступной, но у каждой машины есть свои плюсы и минусы. Я хочу рассмотреть каждую соковыжималку подробно. Вот эта модель – самая дешевая из тех, что стоят на столе, и также с самой большой гарантией. Это является важным критерием. Гарантия на нее составляет 15 лет. Каждая соковыжималка, лучше или хуже, справляется с отжимом тех или иных продуктов. Это практически то же самое, когда у вас есть несколько различных пар обуви. Например, у вас есть кроссовки, но вы не сможете пойти к кому-то на свадьбу в кроссовках, поскольку это будет выглядеть не к месту. Также вы не сможете пойти на пляж в свадебных туфлях. На пляж вы наденете сандалии, так как из них будет легче вытряхивать песок. С соковыжималками – то же самое. Некоторые из них лучше подойдут для одних продуктов, некоторые – для других. Вот этот тип соковыжималки, также известный как горизонтальный, одношнековый тип, отлично подходит для таких продуктов, как ростки пшеницы, побеги, микрозелень и листовая зелень. Она подойдет, если вы собираетесь отжимать 80% зелени и вообще готовить сок, который является довольно горьким, если пить его в чистом виде. Тогда я рекомендую вам вот эту соковыжималку. Если вы хотите добавить какое-то количество твердых овощей, может быть листовые овощи, побеги и ростки пшеницы будут составлять 60%, а твердые овощи – 40%, тогда эта соковыжималка также подойдет, поскольку она довольно хорошо справится со всеми этими продуктами. Если вы захотите добавить немного фруктов, 10 или 20% вместе с овощами, эта машина также подойдет. А вот если вы собираетесь отжимать только фрукты, тогда эта машина не для вас. Впрочем, если вы планируете отжимать только твердые овощи, то она также будет работать хорошо, но в основном она специализируется на листовой зелени. Все относительно. Еще я бы хотел отметить, что загрузочное отверстие в этой машине меньше, чем в остальных соковыжималках, которые здесь представлены. Диаметр составляет 3,8 см. Это означает, что вам, возможно, придется разрезать продукты, чтобы они влезли. Еще один минус для меня – это то, что нужно постоянно использовать толкатель, чтобы протолкнуть каждый продукт к шнеку, поскольку эта машина не затягивает продукты сама. А теперь плюс. На мытье этой машины уходит меньше времени по сравнению с другими соковыжималками на столе. Для многих это важно. Но я также хочу, чтобы вы все взвесили, потому что полное время всей процедуры складывается из времени, которое вы тратите как на мойку, так и на отжим сока. Отжим сока из-за небольших размеров воронки будет занимать больше времени. Поэтому общий процесс займет больше времени в целом, несмотря на мойку, которая займет не так много времени. Эта соковыжималка работает на самой медленной скорости среди всех горизонтальных соковыжималок и делает максимальное количество сока. Поэтому, если вы ищете подобный тип соковыжималки, то тогда она подойдет именно вам. Эта машина показала лучшие результаты в моих тестах. Полностью новая модель SS4250 с красивым бриллиантовым хромированным корпусом, который будет необычно смотреться на вашей кухне. Теперь давайте перейдем к Slowstar. Я бы, конечно, хотел сказать, что Slowstar также вышла в новом цвете. Но у нее, как обычно, черные и красные тона, которые, я считаю, Tribest, должны разнообразить в будущем, чтобы у людей был выбор. Но пока есть только одна постоянная расцветка. Это одна шнековая соковыжималка вертикального типа. С помощью этой машины можно не только отжимать сок, но также готовить сорбеты из замороженных фруктов. Чтобы ваша семья больше не ела мороженое, в котором содержатся различные жиры, сливки, обработанный сахар, кукурузный сироп, искусственные ароматизаторы и красители. Вы будете есть 100% натуральные сорбеты из замороженных фруктов, которые вы сами заморозили или купили и пропустили через специальную насадку-измельчитель в этой машине. Не думаю, что подобная насадка есть в каких-то других одношнековых вертикальных соковыжималках. Можно готовить вкусное мороженое или ореховую пасту. Я также измельчал помидоры, кинзу, лук и делал соус. Делал веганскую и сыроедческую курицу из баклажанов, измельчив баклажаны в пюре и засушив получившуюся массу в дегидраторе. Получается очень вкусно. Это несколько примеров того, как можно использовать Slow Star. Я хочу признаться, что одношнековый вертикальный тип соковыжималок, таких как Slow Star, является моим самым любимым типом. И на то есть свои причины. Первое – это универсальность. Она отжимает фрукты. И, кстати, делает это лучше всех стоящих на столе соковыжималок. Также довольно хорошо отжимает твердые овощи и листовую зелень. Листовая зелень идет особенно хорошо, если вы чередуете ее с твердыми овощами. Конечно, вы точно также можете чередовать ее с фруктами, и она будет прекрасно работать. Что еще мне нравится в этой соковыжималке, кроме того, что она хорошо работает со всеми продуктами, если вы не знаете, что конкретно будете отжимать. Ее очень быстро и легко использовать. Из всех соковыжималок, которые я сегодня показываю, с помощью Slow Star сок можно отжать гораздо быстрее. У меня есть видео, где с помощью этой машины я отжимаю сок менее чем за 10 минут. Отжимаю, затем мою и готово. Я опаздывал в аэропорт, чтобы забрать друга и подумал, что у меня есть только 15 минут, но я хочу свежевыжатый сок. Потому что я хочу следить за своим здоровьем, вместо того, чтобы быстро перехватить что-то и не получить от этого никакой пользы. Когда вы сможете сделать свежий сок за 15 минут с помощью Slow Star, вы меняете вашу жизнь за каких-то 15 минут в буквальном смысле. Также мне нравится Slow Star, поскольку она сама затягивает продукты. Вы режете несколько кусочков по размеру загрузочного отверстия, которое, кстати, больше, чем у всех соковыжималок на столе. И так как продукты идут вниз, вертикально, шнек, вращаясь в вертикальном направлении, измельчает продукт и выжимает сок. Вы кладете продукт в воронку. Он проходит внутрь и отжимается. Жмых выходит вот здесь, а сок вот здесь. Тут есть вот такая удобная крышка, чтобы сок не капал или можно было смешивать несколько видов сока в отжимной корзине, если вы этого хотите, хотя я не рекомендую этого делать. Перед тем, как начать отжимать, нужно помыть и порезать продукты. Затем постепенно начать загружать по кусочку. А вот в этой машине приходится каждый раз проталкивать толкателем, на что у меня просто нет времени. Также Slow Star достаточно легко мыть и гарантия на нее составляет 10 лет. Это восхитительно. 10 лет. Это очень много. Обычно у кухонной техники, даже у вашего холодильника, на который вы тратите большие деньги, гарантия всего 1 год. Поэтому мне нравится, что здесь такая большая гарантия. Плюс ко всему, машина универсальная. Также самая быстрая и занимает второе место по легкости мытья среди тех соковыжималок, которые я показал вам сегодня. И последнее, что я хотел бы выделить в этой соковыжималке, это не такая уж очевидная для вас вещь. Сейчас я разберу отжимную корзину и покажу вам, как она работает. Вот он шнек. Он принимает продукты. Он имеет двойное лезвие. Это особенность Slow Star. Здесь также есть обтиратель, который помогает сохранить сетку чистой и отжимать больше сока. И еще тут есть вот такая сетка. Большинство вертикальных соковыжималок на рынке относится к первому поколению вертикальных шнековых соковыжималок. Это значит, что если посмотреть в сетку, то на дне многих соковыжималок можно увидеть маленькое отверстие. И как раз это маленькое отверстие является тем местом, где весь жмых раздавливается и отжимается, чтобы затем пройти через специальное отверстие для выхода жмыха. И это самое основное место затора. Вот поэтому во всех шнековых вертикальных соковыжималках других поколений я рекомендую вам резать такие продукты, как сельдерей и листовые овощи, по 20 см длиной. В противном случае они застрянут в сетке вот здесь. Я очень рад, что эта машина относится ко второму поколению и в сетке нет такого отверстия. Это сводит к минимуму затор, даже если положить целый стебель сельдерея. И даже отжать сок из нескольких таких стеблей не разрезая. Затора все равно не произойдет, поскольку это приведет к неудобствам, если машина забьется и будет работать не так, как нужно. Да, Tribest заявляет, что здесь не нужно разрезать продукты. Но я все-таки рекомендую вам хотя бы немного разрезать продукты на более мелкие кусочки для лучших результатов. И конечно же это зависит от того, сколько вы собираетесь отжимать. Если вы планируете отжать 400 мл сока, то не нужно резать продукты. Но если вы будете отжимать на всю семью несколько литров сока, я рекомендую разрезать продукты. Потому как чем больше вы отжимаете, тем больше вероятность того, что что-нибудь застрянет внутри. И машина не будет работать должным образом. Также я советую вам посмотреть наше видео о том, как правильно пользоваться соковыжималками. На канале всесоки.ру есть видео, как правильно использовать Green Star Elite. Также есть хороший ролик, как использовать Slow Star. Это все о соковыжималке Slow Star. Это мой выбор. Соковыжималка, которую я люблю использовать дома, поскольку она имеет много преимуществ. Скорость. Ее легко использовать. И она довольно легко отжимает все. Начиная с фруктов и овощей и заканчивая измельчением орехов и семян. А также замороженных фруктов. Теперь давайте рассмотрим Green Star Elite 5050. Это модель с двойным шнеком. Я уже показывал вам эти шнеки раньше. У этой машины также есть свои плюсы и минусы. Минус заключается в том, что эта машина является самой дорогой из тех, которые стоят здесь сегодня. Гарантия на нее составляет 12 лет. Это самая длинная гарантия после Solo Star 4. Это значит, что в течение 12 лет вы будете без проблем отжимать сок. Я всегда буду советовать вам покупать соковыжималку с большой гарантией, поскольку гарантия на соковыжималку – это лучшая страховка, которую вы можете получить. Нет, не страховка для жизни, когда что-то случается с вами. Страховка того, что вы без проблем сможете отжимать сок, потому что каждый человек первым делом должен каждый день отжимать сок для того, чтобы быть здоровым. Я начинаю отжимать сок, когда просыпаюсь утром уже более 20 лет. Каждый день я делаю морковный фреш вместо обычного завтрака. Да, я пью сок вместо обычной каши или тостов или чего-то другого, что едят обычно на завтрак. Я похудел, стал более энергичным и чувствую себя превосходно. Это позволило мне сделать дальнейшие изменения в своем здоровье и питании. Конечно же, чтобы стать еще более здоровым. И я очень рад, что я это сделал. Потому что мой брат на два года младше, чем я. Но выглядит он старше и у него много проблем со здоровьем. Извини, Джим. Он страдает ожирением. Врач называет его тучным, что очень и очень невесело. Он моего роста постоянно страдает различными болями. Я говорю это только потому, что знаю, что у многих из вас также есть проблемы со здоровьем. И если вы начнете есть фрукты и овощи, которые богаты фитохимическими веществами, антиоксидантами, питательными веществами, витаминами и минералами с небольшим количеством калорий, возможно, вы станете даже здоровее, чем я. Вас не будет ничего беспокоить. Вы станете молодыми, подтянутыми и активными. Вы сможете полноценно наслаждаться жизнью. В этом состоит сила фруктов и овощей. Сила этих соковыжималок. Вы действительно можете увеличить количество потребляемых овощей и фруктов. Например, я беру 2,5 кг моркови и пропускаю их через соковыжималку Green Star Elite. Я получаю литр сока и могу полностью его выпить, получив питательные вещества из этих 2,5 кг моркови. Я даже никогда не задумывался о том, чтобы съесть 2,5 кг моркови за раз, но я легко смогу выпить литр морковного сока, который богат каротиноидами, витамином А, витамином С и различными видами других витаминов и минералов, которые вы не получаете, когда едите фастфуд, различную вредную пищу и продукты животного происхождения. Да, даже в соке есть клетчатка. И сейчас я хочу прояснить этот вопрос. Существует растворимая и нерастворимая клетчатка. И все соковыжималки, представленные здесь, оставляют немного нерастворимой клетчатки в соке. Вы можете процедить ее с помощью дуршлага, который идет в комплекте, если хотите. Также в них содержится растворимая клетчатка, потому как если она растворимая, это значит, что она растворяется в воде. Значит в соке все же есть клетчатка. Green Star Elite делает сок самого высокого качества, благодаря наличию биокерамической и магнитной технологий, внедренных в шнеки, которые крутятся на низких оборотах. Это просто определенный способ отжима сока. Она измельчает, смешивает и выдавливает сок из продуктов на низкой скорости. Все машины на этом столе являются соковыжималками холодного отжима. Они отжимают максимум полезных веществ, но Green Star делает это лучше всех. Подтверждением этого являются исследования, в которых сравнивали отжим на этой соковыжималке с отжимом на соковыжималке, который имеет всего две стадии отжима. Или перетирающей соковыжималки, или даже высокоскоростной соковыжималки. Эта машина в большинстве случаев не в какой-то определенной категории продуктов, но в большинстве случаев сделала высококачественный сок. Я знаю, что это может быть очень важным критерием для многих из вас, кто борется с различными болезнями. Например, если у меня было бы заболевание, с которым я боролся бы на протяжении жизни, мне бы хотелось получать сок максимально высокого качества. Даже несмотря на то, что мыть ее немного сложнее, я бы приобрел эту машину, чтобы попытаться извлечь максимальную выгоду. Соковыжималка с двойным шнеком лучше всего отжимает определенные продукты. Например, если вы собираетесь отжимать твердые овощи, такие как морковь, эта машина по сравнению со всеми соковыжималками на этом столе, несомненно, сделает больше сока. Она также очень эффективна по отношению к листовой зелени, если чередовать ее с твердыми овощами при загрузке. Мне очень нравится сок из моркови и кормовой капусты. Также полезным будет любой сок из листовой зелени с твердыми овощами. Эта машина отожмет максимум сока, так же, как и питательных веществ. Если вы хотите отжимать только листовую зелень, эта машина также хорошо справится. Но, как я заметил раньше, если вы хотите отжимать по большей части листовую зелень, я бы рекомендовал вот эту машину, Solo Star 4. А если же вы будете отжимать 50 на 50 листовой зелени с твердыми овощами, я рекомендую Green Star Elite. Или если вы хотите отжимать преимущественно твердые овощи с небольшим количеством листовой зелени, подойдет также Green Star Elite. Но если вы собираетесь отжимать только фрукты, не берите эту машину. Я серьезно. Если же вы хотите отжимать фрукты, сочетая их с твердыми овощами и листовой зеленью, тогда это не проблема. Можно добавить яблоко или лимон в процессе отжима листовой зелени или моркови. Она будет работать отлично. Проблемы появятся, если вы будете отжимать мягкие фрукты. Эта машина требует твердую клетчатку, чтобы захватить ее и вытолкнуть из машины. В противном случае она не будет работать должным образом. Вот в чем преимущество Green Star Elite. Высокая производительность, большое количество питательных веществ и отличная работа с твердыми овощами. Также большая гарантия. Конечно же у всего бывают минусы. Но я просто хочу, чтобы вы знали. Для меня помыть эту машину настоящая мука. Но если бы я серьезно болел и мне было бы просто необходимо пить такой сок, потому что нужно было бы хвататься за каждую возможность, я бы это делал. Но факт в том, что я в отличной форме и мне это не нужно. И поэтому я выбираю Slow Star. Она также делает высококачественный сок. Возможно не такой, как здесь. Жмых иногда бывает влажным в зависимости от того, что вы отжимаете. Но в целом я готов пожертвовать небольшим количеством сока для большего удобства. Только вы можете определить, что для вас более важно и чем вы можете пожертвовать. Можете ли вы пожертвовать небольшим количеством сока ради удобства. Или же вы хотите получать максимальное количество сока и питательных веществ. И вы пожертвуете каким-то удобством. Вот почему я делаю для вас подобные видео. Никто среди тех, кого я знаю, не делает подобных вещей настолько подробно и глубоко погружаясь в проблему. Я делюсь с вами этой информацией, потому что на самом деле знаю всю силу соковыжимания. Дело в том, что оно изменило мою жизнь и сможет изменить вашу жизнь к лучшему, если вы приобретете одну из этих соковыжималок и начнете использовать каждый день. Я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь осведомил меня так при покупке моей первой соковыжималки. Потому что машина, которую я покупал впервые, не удовлетворила мои потребности полностью. Это был долгий путь, но теперь я экспериментирую, наслаждаюсь соковыжималками и делюсь с вами информацией о том, какую лучше выбрать. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, чтобы я знал об этом. Также не забывайте подписываться на наш канал всесоки.ру, чтобы всегда быть в курсе последних эпизодов. Также обязательно смотрите наши предыдущие видео. В них я сравниваю соковыжималки по различным аспектам. Как их использовать, как мыть, какая самая быстрая и так далее. Я хочу попросить вас поддержать меня в моем деле. Если вам понравилось видео, делайте покупки на сайте всесоки.ру, чтобы я мог продолжить и дальше снимать обучающие ролики. Чтобы рассказать как можно большему количеству людей, насколько важно начать употреблять больше овощей и фруктов и выбрать подходящую соковыжималку именно для вас. Сейчас существует много компаний, пытающихся продать свои соковыжималки и производителей, заявляющих, что их товары самые лучшие. Кому вы поверите? Надеюсь, что мне. Потому что я тестирую эти машины каждый день. И, конечно же, я делюсь с вами своим мнением. Как я уже говорил, мне нравится определенный тип соковыжималки. Но для каждого существует своя техника в зависимости от потребностей. Меня зовут Джон Коллер, специально для сайта всесоки.ру. Заходите на наш сайт всесоки.ру. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok